Всем привет, с вами Саня и вы на канале NumPyChannel. Вчера мне пришла рассылка от Amazon с новостью, что релиз New World перенесён на 31 августа 2021 года. В принципе, это ожидаемо. За последний год в игре произошло очень много изменений и добавлено большое количество контента. Поэтому видеоролик разобьём на три части, где я сделаю небольшой обзор нововведения New World, расскажу последние новости по контенту, что добавили и с чем был связан перенос. Также расскажу, как и где можно поиграть в New World до официального релиза. Поехали! Как я уже говорил, за последний год в New World произошло очень много изменений и нововведений. Ввели новые локации для эндгейм игры, где соло фармить практически нереально. Локация рассчитана на полноценные группы в 5 человек. Да и в целом сейчас прослеживается, что разработчики New World хотят сделать классный кооператив, чтобы люди объединялись в группы для фарма локаций. Уже есть комментарии с закрытого альфа-форума, где люди пишут, что начиная с 36 уровня очень сложно убивать мобов соло. Один на один с мобом еще нормально, а в бою и против двух уже можно и отъехать. И либо ты хардкоришь, крафтишь и закупаешь с хилками, или ищешь в патьхиллера. Про хилки я еще скажу, там тоже не все так просто. Разработчики New World добавили в игру более сотни новых оружий и брони. Также недавно ввели новые виды оружия, такие как рапиры и копья. А как мы с вами знаем, что в New World ваш класс это ваше оружие. Кстати, копье очень читерное. Оно приспособлено для мили атаки, ауе атаки, а также им можно кидаться. Так что следите за каналом, скоро выйдет обзор про копье, и да в целом будут обзоры по другим видам оружия. В игре переработали систему крафта, сделали ее актуальным для ингейм контента, плюс усложнили его. А взять тот же самый крафт хилл банок, который сразу устанавливает определенное количество хп. Для их крафта нужны ингредиенты, которые рандомно выпадают со сбора трав, и они очень редки. Это не означает, что хиллок вообще не будет, либо их не будет на старте. Есть еда, которая быстро готовится, но она увеличивает реген хп. То с линейкой знакомого можно сказать, что хилл банки, про которые я сейчас говорю, это квики, а еда это красные и белые банки на хп. Также в игре изменили квесты, сделали их более разнообразными, добавили рыбалку и отшлифовали боевую систему. Где-то кого-то подняли, где-то кого-то понерфили. Все эти нововведения сделали New World более интересным на различных стадиях игры, включая так называемый хайлевл контент. Но все это нужно балансить и быстро сделать это просто невозможно. Альфа-тестеры еще в начале месяца говорили, что контента очень много, багов тоже. Да, баги мелкие, не влияют на игровой баланс, но они есть. Плюс, опять же, нужно балансить новые классы, отлаживать механику крафта и т.д. Новость с переносом на этом не заканчивается. Разработчики нас порадовали еще дополнительным контентом. Причем в обморочении говорится, что они отложили запуск именно из-за этих нововведений. Информации по новому контенту очень мало, нужно ждать ближайший девбок и установки обновлений на альфа-сервер для тестирования. Итак, добавили три вещи. Первая это новая эндгейм зона именно Скал Рич. Это китайский город, заполненный пышными водно-болотными угодьями и возвышающими скалами. Изнанная императрица делает в этом городе свой флот, который угрожает всему миру. Больше информации по этой зоне пока нет. Ага, добавили экспедиция. Это полноценный кооперативный инстанс в New World, рассчитанный на пять игроков в самом темном уголке Тернома. Как рассказывает разработчик New World, инстанс будет наполнен сложными сражениями, а в конце игроков поджидает босс. Судя по видео, инстанс рассчитан на среднюю стадию игры, так как в него входят игроки 25 уровня. Для захода требуется ключ. Возможно он будет выдаваться после прохождения какого-то квеста, а ИРБ вызывается каким-то посохом, который возможно тоже будет необходимо собирать во время прохождения станции, либо делать отдельно тоже за какой-то квест. В общем информации пока мало, подождем, что расскажут нам альфа-тестеры, либо ждем раскрыть детали от самих разработчиков New World. Ну и третья вещь контент – это Outpost Rush. Из описания следует, что это пвп 20 на 20 в эндгейме, где ваша команда будет сражаться за контроль над крепостями и стратегическими ресурсами, променяя различные древние технологии и магию. Еще раз повторюсь, детальных подробностей по новому контенту еще нет. Будем ждать новостей от разработчиков New World, а также альфа-тестеров и Тернома. Ну а чтобы ничего не пропустить, вам нужно подписаться на канал, ударить в колокол и включить все уведомления. Ну и напоследок Анна Бальеша, а именно когда и как можно поиграть в New World до релиза. Тут у всех ждунов есть два варианта. Первый вариант – это принять участие в закрытом бета-тесте, который стартанет 20 июля 2021 года. Доступ к закрытому бета-тесту получат все, кто сделал предзаказ в New World в независимом отверстии. Если вы хотите оформить предзаказ, вы можете сделать это в стиме или на сайте Амазона, где покупать разницы нет. Но в стиме New World дешевле, так как и там применены региональные цены. Второй вариант – это принять участие в альфа-тесте, который сейчас идет. Но тут не все так просто, нужна очень большая доля везения. Для попытки получения доступа вам нужно зарегистрироваться на сайте New World и подать заявку на участие в альфа-тесте. И возможно вам когда-то вышли ключи. При этом игру покупать не обязательно. Сейчас на альфе доступен один американский сервер вместимостью в полторы-две тысячи онлайна. Из рук комьюнити мало у кого к нему есть доступ. Даже купить ключ с рук практически нереально. Если ключи где-то выкладывают на продажу, то средняя цена 200 долларов. Если хотите купить, то покупайте их чисто на свой страх и риск, так как в любое время может быть вайп и отзыв ключей. Но есть и хорошая новость. 30 марта откроется европейский сервер, а это означает, что будет новая раздача ключей, причем из полуевропейских регистраций. Так что если хотите принять участие в альфа-тесте New World, то регистрируйте несколько аккаунтов. А если вам не повезет, то скорее всего ключи уже будут продаваться по более приемлемым ценам. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы или хотите что-то дополнить, пишите в комментарии под видео. Вступайте в наш дискорд и мы обсуждаем New World. Ну и чтобы ничего не потерять, подписывайтесь на мой ютуб и двич канал. Все необходимые ссылки есть в описании. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok